Привет! Меня зовут Роман или Романо на итальянском языке. Я родился в маленьком городе на юге Италии, потом приехал в Милан учиться и потом опять приехал в Москву на учебу. А тут я учусь и работаю преподавателем итальянского языка в школе Summertime. Чему я решил делать именно эти видео? Большинство моих студентов, я даже бы сказал 98-99% даже, моих студентов все смотрели уроки Петрова. И поэтому я тоже решил посмотреть все уроки и понимать, на что стоит обратить внимание. И вот, в первом уроке Петров говорит про споряжение глагола. Особенно про первое споряжение глагола. И следует отметить, что на итальянском языке есть три разных споряжения. Первое споряжение это глаголы на Are. Второе споряжение это глаголы на Are. Третье споряжение это глаголы на Are. Я сегодня поговорю вам о первое споряжение глагола. То есть глаголы, например, Парларе и Амаре. То есть Парларе это говорить и Амаре это любить. Если у нас есть такие глаголы, чтобы потом делать споряжение, мы убираем окончание, то есть Are, которое можно... Это похоже... Ну, это практически ваш Ать на русском языке. И у нас получается только Парль и Ам. То есть у нас корни сейчас. И чтобы потом делать споряжение глагола, если мы говорим про первое споряжение настоящего времени, у нас окончание такие. О, И, А, Ямо, Ате, Ано. Например, если у нас есть, например, глагол Парларе, говорить, у нас получается Парло, Парли, Парла, Парлямо, Парляте, Парлано. И просто надо убирать конец глагола и сразу писать именно вот эти окончания. И тоже он говорит про месте имения и у нас получается. Ио, Я, Ту, Ты, Луи, Он, Лей, Она, Ной, Мы, Вой, Вы, Лору или Эсси, Они. А еще надо сказать, я хочу обратить внимание на то, что уважительная форма на итальянском языке совпадает с третьим лицом единственное число. Итак, на русском языке, например, у вас есть уважительная форма на вы, а у нас это на она. Например, если у вас есть вопрос на русском языке, а, извините, вы говорите по-итальянски уважительная форма, и извиняюсь за то, как я пишу, у вас это на вы, а у нас это на она. То есть, мискузи, Лей, Парла, Итальяно. Например, на русском можно перевести как, извините, вы говорите по-итальянски. И поэтому, если у вас есть уважительная форма на итальянском языке, надо всегда, в любом случае, использовать третье лицо, множественное число, единственное число, извините. То есть, Лей, Лей, Парла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok